День открытых дверей в этом году совпал с радостным событием как для педагогов, так и студентов. Кубанский юридический колледж недавно переехал в новое здание, расположенное по адресу улица Горького, 87. Своих будущих учеников колледж сегодня встречает в просторных холлах и аудиториях. Более комфортные аудитории у нас здесь представлены, большой компьютерный класс, административная часть. Надеюсь, что абитуриенты, которые придут к нам поступать, будут довольны и качеством преподавания, и обстановкой, которая здесь в нашем учебном заведении. По случаю двойного события студенты подготовили для абитуриентов небольшой творческий концерт. Инициативные ребята спели песни, показали смешные номера и презентовали свой любимый СУЗ. А после провели небольшую экскурсию по кафедрам, где педагоги подробно рассказали о специальностях. Ученица 23-го лицея Диана Акопян уже определилась с профессией и решила, что поступать будет именно в этот колледж. Здесь очень хорошо, здесь есть моя специальность, экономика, которая мне нравится, которой я хочу заниматься дальше. Это здорово. В Кубанском юридическом колледже преподают общеобразовательные дисциплины, учат профессиональным навыкам в правоохранительной деятельности, экономике и бухгалтерском учете, а также обучают гостиничному сервису. Колледж сотрудничает с ведущими вузами страны и университетом Митвайда, а также с работодателями в Сочи. У нас заключены договора с полицией города Сочи по районам и с городским отделом. Также для студентов есть пулевой тир, стрелковый тир, в котором они проводят занятия по огневой подготовке. Также у нас есть база в Дагомысе, в Волковке, где они изучают предмет тактика специальной подготовки. Так что у студентов есть все возможности получить хорошее образование, трудоустроиться и принимать участие в различных мероприятиях. Кстати, 13 февраля Кубанский юридический колледж проведет конференцию, на которой будут присутствовать ведущие дипломаты России и мира. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.